САВ отмечает на неделе 93-летие. Каждое попадание точно в цель. На второй шанс эти ребята не надеются. Они без труда собирают любое оружие без помощи рук или даже свисая вниз головой. Куркаются на сколках стекла и виртуозно размахивают мечами. Им нет еще и в 18-ти, но они уже в любой момент готовы встать на защиту Родины. Люблю свою Родину, надо быть верным ей. Ну и мне нравится вот эта вся специализация. Мы занимаемся строевой подготовкой, огневой подготовкой. Прыгиваем с парашютом, лазим по веревкам. А еще разбивают бетонные плиты и отжимаются на гвоздях. Трюки не хуже цирковых. При этом любой из них здесь легко повторят и девчонки. Поможет тебе защититься в случае чего в темном переулке от кого-нибудь или же в лесу показать свое умение по выживанию. Это дает огромный билет в жизнь, в хорошую жизнь с мирным небом над головой. В эти же минуты во дворе ДСААФ маленькие шумахеры гоняют на заднем колесе мотоцикла и растекают на новеньких картах. Их закупили только в этом году благодаря президентскому гранту. Теперь ребята набирают скорость на пути к мечте. Хочу стать гонщиком. Гонять на большой машине. Кстати, управление большими машинами – как раз главная специализация ДСААФ. Здесь сильнейшая водительская школа, старейшая в городе с многолетними традициями. Мы готовим специалистов. Это с прицепами, автобусов для армии. И есть еще одна из специальностей, такая как механик-водители – многоцелевой тягач, легко бронированный. Водители автомобилей КАМАЗ. В армии потребность в профессионалах за рулем всегда высока. И многие мальчишки стремятся получить заветные корочки категории «Б» или «С» именно здесь, совмещая приятное с полезным. Думал, что тут только автошкола, а тут оказывается целая организация. В ходе уже учения я получил знания какие-то патриотические, выступал на каких-то мероприятиях по военно-патриотическим занятиям. ДСААФ тесно сотрудничает с патриотическими организациями города. И сейчас начинают готовить новых специалистов для Вооруженных сил России. Ребят, которые осенью пополнят ряды военнослужащих. В день открытых дверей они уже смогли прикоснуться к оборонной мощи и истории страны. На текущем у меня самый современный автомат, который встал у нас на вооружение. Это АК-12. Довольно глубокая модификация автомата-калаш. Он стал компактнее, удобнее. На нем появилось различное навесное оборудование. Человек познает это более плотно, нежели только по учебнику или на картинке. Все в совокупности дает лучший образ, понятие. А самое главное, за каждым из этих предметов кроится целая история, как государств, так и отдельных личностей. Тех, кто, возможно, войдет в историю, воспитывают именно здесь. Весь школу ДСАА в свое время прошли воздушные асы Великой Отечественной. Иван Кожедуб, Александр Покрышкин и наш земляк, прославленный летчик-спортсмен Владимир Маратимьянов. Личный героический путь проделал и ветеран Валентин Носин. От инструктора вырос до командира летной учебной эскадрильи. Маленькие патриоты летают пока не так высоко от ДСАА в площадка, где они учатся расправлять крылья. Учатся друг другу страховать, доверять свою жизнь своим товарищам, как песня Владимира Семеновича Высоцкого. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не повела. Вот как раз руки друг другу они в этой ситуации и отрабатываются. Ежегодно Кемеровское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту выпускает не менее 200 профессионалов. Ни один от службы не уклоняется. И после даже на гражданке уже всегда считает своим долгом быть настоящим защитником. Юлия Серебренникова, Павел Черныгов, Вести Кузбасс, События недели.